В России созданы уже больше сотни бизнес-инкубаторов, структур для поддержки малых предприятий на начальном этапе их деятельности. Кто может стать резидентом Самарского бизнес-инкубатора? Что предлагает учреждение начинающим предпринимателям? Кто может рассчитывать на льготы при аренде оборудованного офиса и иную имущественную поддержку? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с заместителем директора Самарского бизнес-инкубатора Юлией Павловой. Юлия Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Существуют инкубаторы общетематические и специализированные. То есть общетематические – это те, куда могут обращаться все предприниматели, и специализированные, которые созданы для поддержки определенных видов бизнеса. Это фермерство, производство, инновационные технологии. В регионах в зависимости от этих направлений есть свои особенности. Каковы отличия Самарского бизнес-инкубатора? Самарский бизнес-инкубатор у нас является инкубатором общего типа и, соответственно, офисного назначения. Это обусловлено уставными целями, видами деятельности и утверждено созданием самого инкубатора. То есть любой предприниматель может обратиться к вам? Может обратиться предприниматель. Единственное условие – он должен вести и быть зарегистрированным на территории городского округа Самара. Предприниматель – либо лицо, которое планирует стать предпринимателем, и в том числе самозанятые. Юлия Андреевна, вот есть бизнес-инкубаторы, которые стремятся вырастить успешный бизнес с тем, чтобы в дальнейшем получать с него дивиденды. В этом случае эксперты оценивают потенциал проекта, выбирают тот, который сможет гарантировать этот самый доход. Другой вариант – когда бизнес-инкубатор работает по принципу учебного заведения, то есть проводит обучающие семинары, курсы и так далее. Сопровождают потом все это предпринимательство. При этом принимают всех предпринимателей, которые готовы оплачивать свое обучение. Как работает самарский бизнес-инкубатор вот в этом контексте? Самарский бизнес-инкубатор, можно сказать, что он выполняет и те, и другие функции. Но так как самарский бизнес-инкубатор является муниципальным учреждением, все услуги, которые мы оказываем, они являются бесплатными для субъектов малого предпринимательства. Поэтому совершенно нет цели заработать. Люди, которые к нам приходят, ничего не платят за те услуги, которые они получают. Как-то сказочно прозвучала эта фраза. И замечательно, что это правда. Это правда, потому что самарский бизнес-инкубатор создан для поддержки предпринимателей города Самары и работает в рамках муниципальной программы. В городском округе принята муниципальная программа, направленная на развитие и поддержку предпринимательства. Она принята на пять лет, то есть действует с 2024 по 2028 год. И в рамках этой программы мы являемся организацией инфраструктуры, которая как раз оказывает поддержку на безвозмездной основе. А сколько лет уже существует наш бизнес-инкубатор? Бизнес-инкубатор, если не вдаваться в цифры прямо досконально, он существует с 2010 года, но он видоизменялся, менялся тип учреждения. И то есть на данный момент мы пришли все-таки к такому типу, когда все услуги могут оказываться бесплатно. Ну это блестящий результат за эти годы деятельности. Да, согласна. Кто может стать резидентом в самарском бизнес-инкубаторе? Для того, чтобы стать... Ну резидент это в первую очередь арендатор. Бизнес-инкубатор. Мы находимся на улице Главная 3 и, собственно, сдаем помещение в аренду только в нашем здании. У некоторых просто возникают вопросы, можем ли мы сдавать еще что-либо. Сразу оговорюсь, что нет. Для того, чтобы стать резидентом, субъект малого предпринимательства должен удовлетворять нескольким условиям. Во-первых, он должен быть не старше трех лет, потому что все-таки изначально бизнес-инкубаторы созданы для того, чтобы помочь начинающим предпринимателям стать на ноги и развивать свой бизнес. Кроме того, субъект малого предпринимательства должен быть зарегистрирован именно на территории города Самары, потому что мы являемся именно муниципальным, то есть городским учреждением и финансируемся из бюджета городского округа Самара. Есть еще один нюанс. По закону есть несколько видов деятельности, при которых размещение в бизнес-инкубаторе невозможно. Честно вам скажу, за 5 лет, которые я работаю, ни разу с этим не обращались. Это, во-первых, торговля. Понятно, что магазины никакие у нас не могут быть открыты. Это игровая деятельность, которая, в принципе, запрещена. И это услуги бытовые населению. То есть никаких парикмахерских или ногтевого сервиса тоже быть не может в бизнес-инкубаторе. А нужно ли пройти какой-то конкурс? Да, безусловно. Это связано с тем, что имущество, которым владеет бизнес-инкубатор, это муниципальная собственность. И по закону она может сдаваться только по итогам электронного конкурса. На самом деле процедура очень простая. Могу вкратце рассказать, что для этого нужно... Да, конечно, это очень важная информация. В принципе, вот индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью, которое удовлетворяет условиям, которые я озвучила ранее, просто нужно подать заявку на электронную торговую площадку, на которой проходят, собственно, все торги в Российской Федерации. Это сайт торги.гов.ру. Мы, когда объявляем конкурс, мы всегда выкладываем на нашем сайте в соцсетях анонсы. Там есть вся информация, номер извещения. Документы абсолютно простые. Перечень документов – это учредительная и заявочная форма, которая там состоит буквально из нескольких предложений. Все вопросы, когда там есть какие-то, пожалуйста, мы готовы в любой день, можем показать помещение, рассказать, помочь в том числе составить грамотную заявку. То есть никаких проблем с этим не возникает. А конкурс часто проходит? Раз в год? Нет, нет. Конкурс мы объявляем постоянно. Конкурс по закону размещен должен быть не менее чем на месяц. Соответственно, когда проходит конкурс, если нет заявок, остались свободные помещения, через 10-15 дней конкурс объявляется снова. На данный момент конкурс идет, он размещен. То есть вот кто нас слышит и кто в этом заинтересован, пожалуйста, участвуйте. Если есть желание, обращайтесь по телефону, приходите лично, все покажем, все расскажем. Конкурс достаточно серьезен, я имею в виду по количеству отбираемых резидентов. Все проходят, кто вот заполнил документы? Нет, конечно, есть такой нюанс. Если подается несколько заявок на одно помещение, тогда происходит конкурсный отбор. Сразу оговорюсь, некоторые считают, что это на повышение цены за аренду. Это не так. То есть цена фиксированная. Здесь речь идет при конкурсном отборе только, получается, по деятельности, которую планирует осуществлять именно потенциальный арендатор. В баллах все считается, достаточно сложные формулы, углубляться не буду. Конечно. Все есть документация. Но, по крайней мере, все честно и все понятно. Все открыто, все размещено, в открытом доступе, каждый может посмотреть, онлайн подать заявку. Для этого, в принципе, не нужно даже к нам приходить. Сколько у самарского инкубатора резидентов на сегодняшний день? На данный момент у нас 21 резидент. Помещения практически все сданы, потому что процентная ставка за аренду очень низкая по сравнению с городским округом. Поговорим мы еще об этом, да, обязательно. Но несколько помещений осталось. И поэтому конкурс продолжается? Да, все верно. Что предлагает бизнес-инкубатор начинающим предпринимателям? Вот ваш перечень услуг для них какой? Если выделить две большие группы, это, конечно, имущественная поддержка, это вот о том, о чем мы говорили, это аренда офисов. И консультационные услуги мы оказываем. Это весь перечень консультационных услуг. Это и бухгалтерские, и юридические услуги, консультации по контрактной системе, по бизнес-планированию. То есть весь перечень. Плюс мы проводим семинары, различные мероприятия. Участие везде, все услуги бесплатные абсолютно. То есть каждый желающий, единственное, должен быть зарегистрирован на территории города, может к нам прийти, и мы окажем всяческую поддержку, помощь. Если есть какие-то сложные, бывают крайне сложные запросы, если мы не можем дать ответ, например, ежеминутно, или это требует какого-то согласования, может быть, с какими-то другими организациями, мы в любом случае берем паузу и, конечно, всегда отвечаем на поставленную задачу. Вот интересно о консультационной поддержке. Насколько я знаю, действует два, по-моему, у вас консультационных центра, да? Крупных два. Бухгалтер, ну, занимающихся бухгалтерской консультацией, да? И юридической. И юридической. Вот как они работают? Какие специалисты консультируют? Специалисты, естественно, с высшим профильным образованием. Юридический центр, каждый обратившийся может, ну, желательно по предварительной записи, ну, если как бы, если что-то срочное, экстренное, можно подъехать, естественно, найдем время, сразу проконсультируем, ответим. Юрист у нас составляет, в принципе, типовые договора, учредительные документы, помогает составить пакет документов для регистрации, там, общества с ограниченной ответственностью, например, разработать какие-то регламенты, должностные инструкции, то есть вот перечень вопросов, если есть какие-то, может быть, спорные моменты, нужна консультация по каким-то судебным делам или еще что-то, но это именно в рамках административной работы, тоже все это оказывает наш юрист, тоже все безвозмездно. По налогам консультируют? По налогам, ну, это уже бухгалтерское направление, по налогам, по выбору налогообложения, то есть часто обращаются потенциальные будущие предприниматели, которые, да, там, хотят вот уточнить, какую систему лучше выбрать, то есть когда есть какие-то вопросы, тоже... В начале-то пути, вот этого бизнес-пути, много, наверное, таких вопросов? Много и вопросов, сейчас, конечно, очень много информации у нас в интернет-пространстве, однако там же нельзя быть уверенным, что ты получишь стопроцентную верную информацию, вот поэтому всех приглашаю к нам, специалисты вам ответят грамотно, и сомнения в компетентности не возникли. Вот на эти консультации могут попасть только ваши резиденты? Нет. Или вообще, вот любой желающий, начинающий предприниматель? И начинающие, и самозанятые, и потенциальные, кто еще только планирует стать предпринимателем. Мы всем консультации оказываем. То есть звонишь или приезжаешь заранее записываешь? Желательно, конечно, да, желательно записаться, да, потому что сотрудников штат небольшой, поэтому можно приехать, например, и быть занятым, ну, чтобы не было вот какой-то вот такого ожидания. И вот эти консультации тоже бесплатные для всех? Для всех. Для всех бесплатные, ну, прекрасно. Давайте вернемся к вопросу об аренде офиса. Ну, любой бизнес-инкубатор имеет собственные площади, и, кажется, не менее 900 квадратных метров, да? Верно, по закону. Обязанность такая вроде бы существует. Из них 85% должно сдаваться под аренду. А у нашего бизнес-инкубатора какая площадь, интересно? Здесь речь, когда мы говорим про 900 метров, это общая площадь по закону, то есть не может быть здания меньше, чем 900 метров. У нас бизнес-инкубатор 2500 метров. Однако 85% речь идет все-таки про расчетную площадь, соответственно, ну, из общей площади мы понимаем, что это убираются коридоры места общего пользования, ну, тем не менее. И остаются именно помещения, которые могут сдаваться в аренду. В бизнес-инкубаторе эти помещения составляют порядка 700 метров, потому что у нас еще существует много конференц-залов, и они занимают очень большую площадь. Вот эти 700 метров мы и сдаем, собственно, они разбиты на несколько помещений, помещения разной площади абсолютно, там, приблизительно где-то от 17 до 50 метров. То есть каждый желающий, я уверена, может найти себе помещение, которое ему будет нужно по запросу. Ну вот льготная ставка аренды зависит от региона, насколько я знаю, да? Вот я слышала, что в Татарстане предприниматели в первый год платят 25% от рыночной стоимости, во второй 50%, в третьей 75%. Как у нас? У нас другие ставки, ставки эти прописаны, соответственно, в муниципальных нормативно-правовых документах. У нас в первый год аренды, льготная ставка составляет 40%, в второй год аренды 60% и в третьей 80%. Льготные ставки применяются не ко всем субъектам малого предпринимательства, то есть субъект малого предпринимательства должен заниматься определенными видами деятельности. Эти виды деятельности, они как раз прописаны в муниципальной программе по развитию предпринимательства, о которой я говорила. И их, в принципе, немного. Это те, которые считаются приоритетными для нашего города. А можете назвать? Конечно, это туристическое направление, то есть деятельность в сфере туризма, деятельность в сфере инновационных разработок и их внедрения в производство, это IT-технологии, все, что с ними связано, и консультационные услуги. Ну и социальным видом деятельности является у нас дополнительное образование детей и взрослых. Это должна быть лицензированная деятельность. Вот эти предприниматели, которые осуществляют, то есть это должны быть АКВЭДы, официально занесенные в налоговые, они претендуют на ставку на пониженную арендную плату, она очень низкая. Все остальные тоже могут? Тоже могут, но они оплачивают 100%. Да, все верно. Тем не менее, находятся и такие, которые согласны? У нас больше половины арендаторов, которые именно пользуются вот этой вот привилегией. А что их привлекает в таком случае? Во-первых, все удобно. Когда начинающий предприниматель планирует открыть офис, мы кроме самого офиса тоже на безвозмездной основе. Офис оснащается бытовой... Оргтехникой, компьютером и офисной мебелью по требованию. То есть предприниматель, который только начал свой бизнес, ему не нужно это все покупать. Соответственно, он не несет дополнительные расходы. Ну, и не секрет, что не всегда бизнес, как бы, получается с самого первого раза. И получается, арендатор приходит. Мы ему предоставляем офис полностью оборудованный. У него здесь есть и консультация юриста, бухгалтера, контрактника. То есть, в принципе, дополнительных расходов никаких нести не нужно. Это очень удобно. Если, не дай бог, что-то не пошло, что-то пошло не так, просто договор аренды прекращается, и предприниматель может попробовать себя в чем-то еще, не неся дополнительной какой-то финансовой нагрузки. Ну да, это действительно... Это очень удобно. Удобно и минимизирует риски. Да, для начинающего предпринимателя это очень важно. Конечно, вот когда ты не особо уверен, а получится ли, а как, вот я где, а тут тебе, пожалуйста... Потому что элементарное какое-то оснащение офиса, оно тоже очень дорого. Да, это очень удобно. В новых политических реалиях кто может рассчитывать на льготы при аренде, возможно, вот оборудованного офиса или какую-то иную имущественную поддержку? Здесь нужно сказать, конечно, в первую очередь об участниках специальной военной операции. Естественно, принято постановление городского округа, которое дает право на льготную аренду именно участникам специальной военной операции. Если так своими словами расскажу, конкретно вот по бизнес-инкубатору, это следующий алгоритм. Если, например, у нас есть резидент, то есть он у нас арендует офис, и он принял решение, да, что он станет участником специальной военной операции, будь то призыв официальный, будь то контрактная система, это не важно, он должен написать нам заявление, подать, и в этом случае арендная плата у него снижается до 1 рубля за год. И к таким договорам аренды не применяются штрафы, пение и неустойки, то есть, ну, вот такая мера поддержки в бизнес-инкубаторе, она существует. Это здорово, это очень справедливо. Вы говорили, что самарский бизнес-инкубатор помогает в составлении различных документов, то есть помощь в составлении учредительных, наверное, документов, да, должностных инструкций, регламентов всевозможных. И вот что самое интересное, или одно из самых интересных, это составление отчетности и передачи в ПФР и ФНС, да. Вот эта вот помощь оказывается тоже всем или только резидентам? Да, всем тоже всем. Передачу отчетности бизнес-инкубатора осуществляет. Алгоритм получения этой услуги крайне прост. Для этого не нужно быть резидентом. Единственное, вот все, о чем мы говорим, все-таки, то есть, субъект малого и среднего предпринимательства, он должен быть зарегистрирован на территории города Самара. Нужно в налоговой, либо в удостоверяющем центре получить электронную цифровую подпись, приехать к нам, подписать договор на передачу отчетности, и, пожалуйста, сотрудник будет постоянно там уведомлять, когда что нужно, то есть мы самостоятельно передаем отчетность. И эта услуга тоже на безвозмездной основе. Тоже безвозмездно. А кто и как оказывает эту помощь? Специалисты, это у нас как раз бухгалтерские, бухгалтерское направление с профильным финансовым образованием. Те, которые консультируют по бухгалтерии, да, и по налоговой, они же вот занимаются подготовкой таких документов. Это люди у вас постоянно работают в вашем бизнес-инкубаторе или это какие-то... Нет, это штатные сотрудники, штатные сотрудники. Много у вас специалистов? Нет, штат не очень большой, но мы всегда справлялись, да, всегда справлялись с теми запросами, которые нам поступают. Конечно, если какая-то потребность возникнет, я думаю, что, возможно, будет и увеличить штат, если, ну, опять же, по необходимости. На данный момент все вакансии закрыты, и все ведется бесперебойная работа, поэтому всех к нам приглашаем. Такого нет, что предприниматели в очереди стоят за консультацией? Знаете, ну, предприниматели тоже у нас все ценят свое время, и обычно все-таки по телефону, который можно решить вопрос по телефону, соответственно, можно к нам даже не приезжать. Сейчас очень развиты, да, там и телекоммуникации, и все, поэтому проблем не возникает. Ну, понятно, что хороший бизнес-инкубатор дает стартапам не только льготные офисы, но и, прежде всего, общение с так называемыми правильными людьми, да, со специалистами по разным профилям. И, конечно же, это еще и специальные мероприятия. Вы уже немножечко начали говорить на эту тему, да? Бизнес-мероприятия – это семинары всевозможные, какие-то тренинги, мастер-классы. Вот об этой работе Самарского бизнес-инкубатора расскажите. Да, мы проводим, безусловно, на постоянной основе и круглые столы, и бизнес-тренинги, и мастер-классы, и различные мероприятия очного и дистанционного формата. Приглашаем на них спикеров известных и очень, ну, скажем так, компетентных в своей области. На постоянной основе проводится именно по новым введениям, так как это, конечно, всегда интересно предпринимателям, новое введение и в налогообложении, и в бухгалтерском учете, и в контрактной системе. Это и мероприятия, которые помогают предпринимателям, скажем так, по самореализации, самопрезентации, по умению введения деловых переговоров, что бывает зачастую даже важнее опыта бухгалтерского учета. До кого-то можно и риторики подучить. Согласна. Потому что есть талантливые люди, как предприниматели талантливые, но не способные вот сформулировать свою мысль. И в этом затор. У нас ведут очень интересные спикеры. Всегда анонс мероприятий размещаем мы в соцсетях наших и на сайте. Причем, ну, могу даже так сказать, что для бизнес-инкубатора, естественно, для слушателей это бесплатно. А так, например, у тех же самых спикеров, когда они проводят мероприятия лично, очень существенная цена на эти тренинги. Вы сказали, что приглашаете опытных бизнесменов в качестве тренеров, спикеров на ваши мероприятия. Это наши самарские бизнесмены или какие-то специально приглашенные звезды, возможно, из других регионов? Все-таки обычно это Самарская область, скажем так, не только Самара, это Самарская область. Есть из других регионов, мы приглашаем, но вот в этом году пока не планируется, приглашаем, но это когда уже большие какие-то проходят форумы, скажем так, не нашего масштаба, а все-таки городского. Ну, я думаю, что и у нас в Самаре достаточно блестящих бизнесменов, которые могут поделиться, и им есть чем поделиться. Да, верно. Еще могу рассказать, у нас проходят очень интересные экскурсии. Так как туризм, туристическая деятельность у нас является приоритетным видом для нашего города, но у нас великолепный город, который можно, мне кажется, часами, месяцами смотреть и слушать рассказы опытных краеведов. Мы все лет, уже три года подряд проводим экскурсии, огромное количество желающих, опытнейшие краеведы проводят, все очень интересно, люди пишут отзывы, ну, положительные. И мы приняли решение в этом году, так как погодные условия не позволяют это делать, да, там, сейчас вот с наступлением холодов, заморозков, мы будем организовывать работу на территории бизнес-инкубатора, то есть у нас будет специальный клуб, куда будут также приглашаться искусствоведы, архитекторы и люди, уже имеющие большой опыт в туристическом бизнесе, краеведы. И я так предполагаю, что тем, кто начинает, либо планирует начинать свой бизнес именно в сфере туризма, будет очень интересно и полезно определить и свою нишу здесь, и какой-то получить опыт, знания, которые, наверное, можно получить только из практики. Расскажите нам, какие яркие события ожидают бизнес-сообщества Самары в ближайшее время и, возможно, до конца календарного года? В ближайшее, самое ближайшее, если мы говорим все-таки о масштабе города, это в ноябре у нас стартует межрегиональный экспортный форум. Сам форум планирует приглашение не только экспортеров из ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Белоруссия, но также будут гости из дружественных нам стран, это Китай. Я уверена, что нашим предпринимателям, которые могут предложить конкурентные товары, работы, услуги, будет очень полезно взаимодействовать. Всегда такие форумы оканчиваются заключением каких-то взаимовыгодных контрактов, поэтому единственное, по датам и формату мероприятия, это будет информация чуть позже, но это будет в ноябре. То есть надо зайти на сайт, просто посмотреть для всех? Да, это будет освещено в принципе и на радио, да, и в интернете. То есть в таких форумах следует принимать участие в том числе и начинающим, наверное, предпринимателям, да? Безусловно, безусловно, потому что это способствует и продвижению своих товаров, работ, услуг, и вообще, в принципе, общение, налаживание контактов, что является одним из самых важных моментов ведения бизнеса. Ну и когда люди делятся опытом друг с другом, это всегда несет положительный результат. А вот какую помощь оказывает бизнес-инкубатор вот в этом процессе начинающим предпринимателям? Здесь, в принципе, так же, как все услуги бесплатные, мы приглашаем предпринимателей, и получается, что размещение и организация самого процесса для предпринимателя бесплатно. Поэтому, ну, выгода, она налицо. Поэтому обращайтесь, всегда всем рады помочь. И надо следить за... За анонсами, да, у нас всегда все размещено. Чтобы не пропустить вот этих важных ярких событий, где, возможно, ожидаются очень важные, возможно, даже судьбоносные встречи, да? Беспорно. Для заключения каких-то договоров на будущее. Вот есть необходимость усилить обучающую работу с начинающими предпринимателями по выходу на электронные торговые площадки, да? Об этом и губернатор наш говорил, и бизнесмены сами об этом говорят. В этом контексте что вы можете сказать о работе бизнес-инкубатора? В этом контексте мы тоже, естественно, работаем. И сейчас как раз бизнес-инкубатор организует обучение для субъектов малого предпринимательства. Обучение... По окончании обучения будет выдаваться диплом государственного образца повышения квалификации. И тематика как раз этого обучения – это маркетплейсы от А до Я. Ну какой удачный я вопрос задала. Да, это правда. Что надо сделать, чтобы попасть? Набор как раз идет. Обучение будет проходить до конца года. Оно только вот вступает, ну как бы в первоначальную стадию. Поэтому по телефону, пожалуйста, звоните, записывайтесь. Либо приходите, тоже все расскажем более подробно, если кому-то интересно. Все расскажем, покажем. Не пропустите такой замечательный шанс. Юлия Андреевна, я благодарю вас за беседу. К сожалению, время нашей программы вот так незаметно подошло к концу. Напомню, нашей гостью сегодня была заместитель директора самарского бизнес-инкубатора Юлия Павлова. На этом у меня все. Удачи в бизнесе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok